Аким области Ондасын Уразалин с рабочей поездкой посетил Мартугский район. В районе полным ходом идут весенние полевые работы. Через несколько дней аграрии планируют полностью завершить посев семян. Глава региона встретился с местными аграриями, получившими новую технику и воспользовавшимися госпрограммами. Также в районе налажен охват населенных пунктов инфраструктурой. Темпы работы в районе высокие. Хлеборубы активно ведут необходимые работы в поле. Аким области Ондасын Уразалин начал свою рабочую поездку с села Танерберген. Местное хозяйство занялось развитием орошаемого землеводства. Председатель хозяйства доложил главе региона о работе. Сегодня аграрий получил финансирование за счет госпрограммы и наладил орошаемый сев. В 2019 году Евразийский банк развития, согласно программе, начал строить нам коммуникации для орошения. Мы вошли в эту программу, приобрели оборудование орошения системы валей канадского производства на 74 гектара орошения. Перспектива развития надо довести до 250 гектаров. Орошение дает свои большие плюсы в том порядке, что здесь нет риска по заготовке кормов для молочных коров. В селе Марток местный предприниматель открыл конно-спортивный комплекс «Алтынжурган». Комплекс примечателен тем, что, помимо прочего, здесь проводят занятия по ипотерапии для детей с ограниченными возможностями. Аким области отметил важность подобной предпринимательской инициативы. Если проект будет реализован, это будет выгодно для местных жителей. Я перевел сюда полностью отделение конного спорта Байге из города Актау. Вот сейчас встречались с Акимом, получил поддержку. Облспорт поддерживает местные, власти меня тоже поддерживают. Будем развивать. В наше время урбанизация внесла свои коррективы. Сейчас вот, получается, дети из села не могут сидеть верхом. Поэтому я перешел из города в село. Вообще в планах увеличить конюшню, открыть отделение Кокпар. И плюс здесь еще совместно какое-то хозяйство, козью молочную ферму, для того, чтобы хозяйство было рентабельным. Не сидеть на шее государства, а еще зарабатывать что-то самому. Это небольшой завод по производству бетонных изделий в райцентре. Запущен в начале года. Здесь выпускают бетонные кольца для колодцев, кубические кирпичи разного объема. На сегодняшний день трудоустроено около 15 местных жителей. Специалист завода показал Акиму области, свою продукцию поделился планами. Ответим, что районный центр с каждым годом растет. Так, в этом году по государственной программе начато строительство 39 двухквартирных домов. Стоимость проекта более 950 миллионов тенге. Глава государства ставит задачу, чтобы как можно больше казахстанских семей обрели крышу над головой. Созданы все условия для этого. Работают госпрограммы. Наша задача – эффективно использовать инструменты государственной поддержки, чтобы максимально обеспечивать жильем очередников. Обеспечение сельских населенных пунктов области инфраструктурой – одна из приоритетных задач. Необходимо качественно использовать меры государственной поддержки в данном направлении. Глава региона отметил, что необходимо провести разъяснительную работу с жителями, которые не воспользовались полученным для строительства жилья земельным участком и не приступили к строительству вовремя. В ходе продолжительной поездки в село Казанка Аким район ознакомил с работой по подведению инфраструктуры. Сюда будут подведены газ, питьевая вода, линии электропередач. Аким области поручил ускорить завершение данной работы. В мае месяце текущего года в селе Казанка начаты инженерные инфраструктуры строительства к новым участкам под ИЖС запланированным. Работы в мае начаты, как вы сами видите. На эти инженерные сети из НАСФОНДа и из областного бюджета общего выделено около 700 миллионов тенге. Полностью средства есть. В этом году газопровод планируем где-то в августе месяце завершить. В электролинии водопровод в ноябре и в декабре месяце. И мы полностью закроем вопрос очередности на земельном участке. В селе Каратауса есть предприниматель, который занимается развитием рыбного хозяйства. Он увеличивает запасы рыбы с помощью плотин. Ответим, что из 35 плотин половина пригодна для такого рыбного хозяйства. Аким области ознакомился с работой структуры. Посевные площади в селе Акаин полны суеты. Звук различной техники наполнил поле шумом. Здесь тоже полным ходом идет работа. Местные крестьяне получают технику по госпрограмме и реализуют свои возможности. Приобрели через КАЗ Агрофинанс в лизинг технику. Кейс подходит в поле. Приобрели комбайн джандиры. Приобрели МТЗ-82, 3 штуки. МТЗ-323 штуки. Сенокосилки, гребка. В общем, программа очень хорошая. Набрали техники, довольны. Работаем. Всю технику обновили. Закупили крупно-рогатый скот племенной. 135 голов сементальской породы. Молочно-мясного направления. В этом году засеяли 900 гектаров ничменя. 870 гектаров пшеницы. Сейчас заканчиваем здесь поле сорга. 330 гектаров. Аким район ознакомился с планами работы на текущий год. Производство сельскохозяйственной продукции увеличилось по сравнению с прошлым годом. Работа по проведению инфраструктуры идет безостановочно. Есть много жителей, которые хотят получить землю и построить жилье. Для этого количество заявителей превышает 5000. Заслушав доклад Акима района Алмаса-Салыкбаева о перспективах развития села и района в целом, глава региона подчеркнул важность принятия системных мер по повышению благосостояния сельчан.